здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала всем и подписчикам и гостям спасибо подписчикам за то что кто-то из них периодически проверяет свою подписку которая у меня вылетает и перри подписывается гостям как минимум той части из них которые из гостей переходят в подписчики медленно меньше чем мне бы хотелось но тем не менее переходит так что тоже спаси слова же вынесенное в названии этого видео принадлежат дмитрию потапенко наверно многим если не всем небезызвестному персонажу сейчас как минимум на просторах youtube и сказал он их я если память мне не изменяет в беседе с юрии с юлией латыниной наверное имея ввиду не в последнюю очередь если не в первую себя самого ну хотя бы в той части что это он практически безапелляционно в том же разговоре высказался что украинцам надо быстренько получать немецкое австрийское и прочее гражданство по польское и прочее гражданство потому как возвращаться будет сильно некуда незачем ну и так далее ну насчет того что некуда незачем это как это дело такое вопрос достаточно неоднозначные спорный дискуссионный как угодно называете другая его сторона вроде не то что вроде однозначная очень очень не глупы но это так мягко говоря и недостаточно скажем оценивая его компетентность и вообще взгляд на вещи особенно те которые связаны с экономикой бизнесом то есть вполне себе адекватный человек который ну понятно не имеет не имея этого опыта а учитывая скажем специфическую подачу материалов практически большинства материалов русскоязычных сми уже очень давно он конечно не должен знать о том что пусть даже с репликой юлию латыниной что тут немцы вообще переплюнули себя они снизили позор срок для получения немецкого гражданства для украинцев до трех лет так вот не зная ситуацию тот же потапенко правиль юлю чуть подробнее чуть ниже там как бы понятно как и в случае с машей захаровой там не нужны по моему нормальным людям дополнительные какие-то объяснения так вот не потапенко не латынина скорее всего не знают а если а если где-то и попадалось не обращали на это внимание что помимо сроков указанных в законодательстве что немецком что других стран но кроме тех случаев когда я не знаю до сих пор остались еще какие-то страны которые торгуют так называемым золотыми паспортами то есть гражданство в обмен на инвестиции но если остались то есть скажем крупных по моему таких больше нет так вот во всех остальных случаях сроки это сроки но нужно еще и соответствовать массе критериев и скажем иметь в случае с германией как правило нужно не зависеть от государства хотя бы на момент получения подачи документов на мент процессе я значит пока это все рассматривается и на момент получения гражданства нужно не зависеть от государства плюс естественно в каждом конкретном случае решает не какой-то виртуальные не какое-то виртуальное ведомство по делам иммигрантов там или еще кто-то решает конкретный чиновник которому вы попали то ли по первой букве фамилии то ли еще по каким-то параметрам и если с учетом новом введении что нужно еще как бы показать себя что вы точно признаете право государства израиль на существование некоторые другие моменты то есть если вы каким-то образом ему просто не понравились и вызвали какие-то сомнения недоверие то никто вам не поможет могу сказать из собственного опыта в том смысле что когда проходил процесс получения немецкого гражданства и сидел соответствующего чиновника в кабинете было случай что мы с ним в один из моих этих приходов мы долго разговаривали то есть применительно к вопросу или к теме того чего я пришел это все заняло там минуту 2 а потом мы разговаривали еще минут 20 за жизнь про котиков собачек погоду ну про все что угодно и после скажем трех-пяти минут этого разговора на моего скажем так замечание что коридоре еще сидят ждут очередь он выглянул посмотрел на сидевших там наверно супружескую пару откуда-то то ли с ближнего востока то ли с дальнего на насчет дальнего я шучу то есть откуда-то из мусульманских стран вернулся для закрывского ничего страшного подождут это по поводу чиновника далее чтобы закончить уже с дмитрием потапенко честно говоря не очень понимаю вообще всех ну их немного которые на мой взгляд дружат с головой не очень понимаю их стремление или желание согласие беседовать вот с такими вот латынинами и же с ней латынин и фейгин и прочие там арестович и вареный ну список может может быть очень длинный ну кроме сугубо как это меркантильного желания лишний раз засветиться и потом на своем youtube канале получить дополнительные деньги другого объяснения не нахожу потому как юля великого ума она там и военный эксперт надо собственно и я и не только я на этот счет говорили очень много еще очень понравился не помню в беседе с кем он а по-моему тоже с латынины геннадий худков тот вообще выдал что западные европейские страны евросоюза и германия чуть ли не в первую очередь делают совершают большую глупость сразу не дают гражданство уехавшим россиянам они все против путина они все уехали с мозгами и они бы тут создали европейские то ли гонконг то ли тайвань то ли еще что-то похожее а их вот так вот не ценят то есть европа упускает свой шанс ну я понимаю от во первых полковники фсб кгб фсб бывшими точно не бывают какие на мой взгляд депутаты госдумы не буду следом там за бастерикиным или кема говорили хоть дуры хотя она так и есть то есть душами не бывает и говорят это все с определенной целью но тем не менее ну естественно животы не нас этим тоже там чуть ли не воздух чепчики стала бросать или котика подбрасывать сколько их там у неё я честно говоря так и не запомнил так вот мысли даже мысли никому не закрадывается о том что вместе с украинскими или российскими белорусскими может быть армянскими грузинскими беженцами в европу просочилась масса людей именно мани единицы я так думаю не единицы именно масса людей которые здесь вот в том числе по недавним данным готовили покушение на главу концерна райн металль поскольку он там сильно уже его концерн стал сотрудничать с украиной да и производство боеприпасов за этих два года если не ошибаюсь увеличил в 10 раз и собирается наращивать еще то есть было предотвращено по наводке американских спецслужб немецкими соответствующими службами было предотвращено на него покушение других подробностей никто нигде не приводит но как бы факт вроде как имел место это по поводу того что всем с россии нужно давать сразу гражданство потому что они тут создадут мама дорогая рай на земле которого здесь конечно без них не было не будет и быть собственно не может ну что еще можно добавить по поводу того что человечество очень сильно переоценивает свою разумность ну не знаю как кому лично мне когда я вижу слышу то есть слушаю иногда всего так сказать профессионального интереса но тем не менее когда я вижу слышу вот эти беседы на украинских телевизионных каналах на youtube каналах и не только украинских слову сказать или на израильских из америки вот с этими всеми хорошими русскими по поводу украины в частности это я могу быть 10 раз не прав я этого не понимаю точно так же я не понимаю разговоры всех за исключением тех кто живет в америке у них смысле в сша у них свое мнение по поводу за кого голосовать на грядущих президентских выборах как и почему но все остальные вот этот салонин на днях отметился я как-то год или больше назад уже записывал ролик по поводу салонина который прекрасный историк все что касается технического так сказать состояния армии второй мировой войны и прочего но когда он вдруг берется не за свою тему получается обычно не очень так вот она тоже высказался по поводу байден и по поводу трампа сравнил первого с пирожком с дерьмом а второго сосиской в тесте которую даже бродящая собака есть не будет и при этом добавил что он ничего как бы не смыслит политической внутри политической ситуации в предвыборных этих выборном законодательстве в избирательном праве в сша я там тоже ничего не смысл его единственно чем я говорю могу повторить что по мне если сша допустим я не знаю ну возьмем германию германии пенсионный возраст 67 лет самое позднее что то есть если кандидату в канцлеры там еще куда-то на высокие должности будь то даже бандестах что угодно если на момент выборов исполнила 67 лет и один день он не должен или она участвовать выбор пенсионер иди на пенсию наступи дорогу молодой как бы не уговаривали если на момент выборов было 69 лет и там двух-трех дней или недель не хватало до 67 ну тут как бы никуда не попиши но боже упаси второй срок поэтому это что касается обоих на сегодняшний день обоих кандидатов хотя он свеженькая информация появилась что там и спонсоры денежки заморозили на избирательную кампанию байдена там и однопартийцы готовы там и конгрессмены сенаторы выступить с публичными заявлениями что дедушка джо иди ты уже на пенсию не дурит их никому но это как бы еще раз повторюсь тех кто живут там все ситуацию знают мы живем германии мы знаем здесь ситуация проживший 45 лет беларуси чё там сейчас творится как люди живут выживают как терпят этого колхозного гений понятия не имею что что-то украины воюющей страны 10 раз как это вообще ситуация для меня и единственное о чем я сегодня сказал так это то что общение на данном этапе украинцев с этими хорошими русскими которые им рассказывают что надо в украине что не так и вообще и куда и чего и которые у себя в стороне пока там жили и были при должностях предположение прекрасно служили режиму ну это как бы на мой взгляд нонсенс но это на мой взгляд кому каждому каждого есть свое мнение человек правил высказывать естественно ну особенно если это не делается так уж безоперационные категорично но насчет опять же разумности человечества кто-то назвал красивый человек разумный как не раз по моему уже говорил александр невзоровым насчет человека да насчет разумного лично у него очень большие сомнения оставайтесь здоровы слава украине живи до воруссия